МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старик, больше положиться не на кого-то? Презентация послезавтра. Нужны музыканты хорошие. Помнишь, ты меня подгонял струнный квартет? Ну, попроси, не откажут тебе. Хорошо, прошу. Я даже сам выступлю. Напишу для тебя специальный номер. Сам не надо. У тебя, наверное, дело по горло. Мне музыкантов вполне достаточно. Ты что, я сам себя не прощу, если я у тебя не выступлю. Не волнуйся, концерт будет, зашатаешься, друг. Ты какой-то странный сегодня. Что ты завалился, друг, друг? А ты что, мне не друг? Друг? Да все прекрасно. Жди меня у себя на презентации с квартетом. Друг. Ладно, я пойду. 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 Ладно. Ладно, я пойду. 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 Ладно. Ладно, я пойду. Ладно, я пойду. Ладно, это репендифер. Я его знаю. Я его по телевизору показываю. Как он? Жулик. Говорили, от налога ускрывается. Выпейте. Ну и где твой инвестор? А то приехал ему его мозги вправить. А? Подожди ты что, ты с это связался? Фу, как грубо, правда? Ничего личного. Только бизнес. Ясно. Я думала, ты меня не узнаешь. Десять лет все-таки как-никак. Да и на улице ты меня выставил. А вы, оказывается, ужасная синяя борода, Игорь Александрович. Конечно. Ты не забываешь, что у меня есть некоторые рычаги давления, да? Ну, ты тоже не забываешь, что я зря времени тебя, и все жены твоих рычагов давно клиентки моих салонов. Так что, если хочешь, помиримся, рычагов. Ты же даже не понимаешь, с кем ты связался. Чего не видишь? Она же неуправляемая. Вот ты еще пожалеешь, пожалеешь. Подарок фирмы. Топовая модель. Топовая. Я тебе говорил, что она сумасшедшая. Ты еще пожалеешь. Продолжаем мероприятие. Пока стоп моделей. Проследи за ней. Я думаю, не нажму для себя лишних проблем на голову. Милый, забудь сегодня о проблемах. Не тот случай. Сонеча, мне так много нужно тебе рассказать. А вот и я! Здрасте! Сенечка, ты, по-моему, сегодня явно не в форме. Друг мой, я всегда в форме. Я же обещал, что выступлю. Я не могу нарушить свое обещание. Друзья мои, я вам спою сегодня песню. Посвящаю ее моим двум родным людям. Косте и Марине. Я хочу, чтобы все вы узнали их так же хорошо, как и я. Елизавета Борисовна, здрасте. Песенка про вашего сынулю. Все чистейшая правда. Здрасте! Я Сеня. Делаю звезд счастливым. Верунчик! Сейчас-то узнаешь, какой наш Костя попрыгунчик. Катюшка, у меня сердце болит. Дети, песня неприличная, поэтому надо затыкать уши. Сонечка, хорошо выглядишь. Молодец. Так вот, про Костю и Марину. Песня про то, как эти двое за нашей спиной сделали ребенка. Мальчишки, сейчас же прекратите, Леня. Ну, они взрослые люди, все они в другом. Прекрати, ну что ты стоишь? Ну ты не можешь разнять, что ли, Юра? Марина, ты что, правда? – Папа! – Ответь! Потом! Соня! 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 Соня, Маруся! Соня, Маруся! Нет. Я говорила, что отец гордился бы тобой. Беру свои слова обратно. Между прочим, я спасал Папин бизнес. Ага, в постели с Мариной. Мы не спали. Ничего романтического. Мы ходили с ней в институт. Оплодотворение. Почему ты со мной не посоветовался? Потому что к маме с такими вопросами не ходят. К маме ходят с любыми вопросами. Тем более, что, оказывается, ты еще не дорос, чтобы самостоятельно решать такие взрослые проблемы. Правильно. Вот если бы ты пришел к нам, мы бы промыли тебе мозги. У тебя бы рука не поднялась на такие глупости. Что? Так, я не буду перед вами оправдываться. Если честно, Марина не оставила мне другого выбора. Мамочка, прости, это та самая Марина, которую ты мне все детство в пример ставила. А Мариночка была тогда приличной девочкой. Только не вздумай сейчас с нее брать пример. Так хватит. Соня ушла. С Маруськой. Я не имею понятия, где их искать. Ну, ушла не одна, с ребенком, значит, не на улицу. У нее подружки какие-нибудь есть? Есть. Надо звонить. Да нет, не надо звонить. Я знаю, где она. Стал бы объясняться, оправдываться, строить жалобные глазки, а я не хочу. А мне все это не нужно. Кстати, понятно, почему он то и дело переносил свадьбу. Думаешь? Поверь мне, как мужчине. Боже мой, что я завтра Марусь скажу? Она ведь сразу поймет, что мы не просто так в гости поехали. Будет вопросы задавать. Ерунда. Выехали на пару дней за город. Увидишь, ей понравится на даче. И тебе понравится. Может, зря я уехала? Поверь мне, это идеальное решение. Для тебя сейчас самое лучшее — максимально удалиться, чтобы принять трезвое, взвешенное решение. Верь мне. Я же принц. На красном коне. А чего ты такой веселый? А чтоб ты не раскисла. Сохраняй присутствие духа. По крайней мере, одно на двоих. Ну и ладно. Ну и правильно. Когда он за моей спиной с Мариной, его угрызения совести не мучат. Факт. Да. Ну, ответь, может быть, что-то важное? Да. Соня, с тобой? Немедленно дай ей трубку. Это тебя. Алло. Соня, я все могу тебе объяснить. Костя, во-первых, я не хочу. Во-вторых, я тебе не Соня. А ты где? Я с мужчиной. Еду приятно провести время. Не ожидал? Соня, мы не спали с Маринкой. Мы ходили в институт ополововарения. Ого. Час от часу не легче. И зачем тебе это было нужно? Она просила. А, ну да. И ты не смог ей отказать. Я хотел тебе все объяснить. Я искал удобного случая. Ну, сначала ты злилась на меня и за Маруськи. Потом я на тебя и за Димой. Потом мама неудачно выступила. Не надо меня в это впутывать, умоляю. Костя, ты не один? Я один. Сонечка, дедочка, мы ругаем его последними словами. Скажи, ты когда вернешься, Сонечка? Мама. Алло. Костя. Да. Милый, тебе категорически пора повзрослеть. Смотри на дорогу. Безнадежная ситуация. Я сделал все, что в моих силах. Ну да. Я свидетель, если что. Значит, такая судьба. Всем повести не может. Аминь. Ну, договорились так. Я выношу мусор, стираю, убираю из квартиры, она готовит. Сочувствую. Готовить там она не умеет. Вот кто, везунчик. Отделался простым переломом. Все. Встаем. Оп. Идем в палату. Спасибо. Паруська, ты как? Папа, не волнуйтесь. Мелкие ушибы. Ничего страшного. Зеленкой ссадиной помашете? Больше испугалась. Пап, а что с мамой? Вот с этой красотой полежите у нас недельку. А дальше по обстоятельствам. Это просто удача. Так легко отделаться после аварии. А за дочкой-то родные приедут? Угу. Угу. Вот такая я удачливая. Больно. Соня, мне есть что сказать. Не сомневаюсь. Мне доктор прописал покой. Мам, папа хороший. Милая, вырастешь, мы поговорим. Ты за меня не переживай, я скоро буду дома. Угу. Будь умницей. Нам бы поговорить? Я выпишусь. Мы поговорим. Мне надо о многом подумать. Как насчет пары слов в свою защиту? Ой, у меня предостаточно информации. Костя. Потом. Пошли. Пока. Вы с мамой теперь разъедетесь? Что? Почему? Жениться вы передумали. А потом мама к дяде Диме уехала. Ну, в гости, наверно. Ты думаешь, я дурочка? Так. Марусь! Маруська, ну так бывает у взрослых. Но это вовсе не означает, что мы будем жить отдельно. Алиса отдельно живет. Ну, Алиска, это совсем другая история. А у нас в саду Глеб, у него только мама, потому что папа на ней не женился, а потом вообще в другой город уехал. Ты не волнуйся, я в другой город не уеду. Сколько раз было? Говоришь одно, а выходит другое. Это когда это было? Например, вы свадьбу шесть раз откладывали. Я считала. Восемь раз ты забывал меня за братец садика. Пятнадцать раз ты обещал, что поедем на море. Математик, тебе спать пора. Завтра по дороге в садик поговорим. Не собираюсь я в садик. Малыш, мне на работу завтра. Я не малыш, мне семь скоро. А вот и босс. Мы топовая новость в блогах. Топовая. Ты посмотри, какие заголовки. Ты только посмотри. Скандал под каблуком. А. Или вот смотри. Мораль ниже ботильонов. Ну а третий вообще отпад. Владелец магазина осеменил продавщицу. Это просто круто. Никого я не сменял. И потом она не продавщица. Да какая разница. У нас топовая новость. Ты понимаешь? Топовая. Так, девушки. Только честно. Кто из вас пришел, чтобы узнать подробности вот этой вот истории? Я. Девочки. А, вуаля. Что я тебе говорила. Это будет лучшая новость магазина. Лучшая. Слушай, какая вы интересная семья. Ну-ка, я хочу подробностей. Какие подробности? После смерти отца я остался один на один с семьей с женщинами. Остальное проистекает. Вау. Восемь девок один я. Это же очень круто для рекламы, а? Слушай, а свадьба не намечается, а? Ну, напрасно. Нам надо бы. Ты представляешь, ты играли бы свадьбу прямо в магазине, а? Типа мы реально приносим счастье. У нас свадьба в ролике, свадьба в натуре. Это же очень круто, когда все по-настоящему. Это просто супер. Понимаешь? Да. О, София. Короче, ты погоняй. Это мы сви. У меня тут просто, смотри, мурашки по коже. Короче, нам нужна свадьба. Нам нужна свадьба. Гоняй, гоняй. Всем нужна свадьба. Постараюсь оправдать ваши надежды. Ты так и будешь прятаться? Почему не приехала? Костя, дорогой, я все решила. Так. Я выхожу из бизнеса. Мы ж только-только открылись. Ничего, ты справишься, все будет хорошо. Я очень виновата, но я все исправлю. Мы должны это обсудить. Открой дверь! Костенька, нечего обсуждать. Я эгоистичная, эгоцентричная идиотка. Так, давай ты откроешь дверь, и мы все обсудим. Костя, я не дома. Да? А где ты? Я у Сони в больнице. Я ей все объясню. Я запуталась. Я и сама запуталась. Ну, пойми, Костя этого не хотела. Я хотела. Я, так сказать, вынудила его. Поставила ему ультиматум. Понимаешь? Ультиматум? Да, но мужчины, они же такие, они же как дети. Их очень легко загнать в угол. Ну, короче говоря. Сначала он сходил, потом я сходила, а потом выяснилось, что я беременная. А от кого? Да какая разница, от кого? Главное-то, что не от него, а ему-то я сказала, что от него. А зачем? Вот я и сама себя спрашиваю. Зачем? Ну, вот сама спрашиваю. Марина, ты же такая крутая. Я же думала, могу одна. А когда поняла, что одна, испугалась. Наверное, поэтому. И сейчас решила сказать? Да, ну, потому что оно как-то сильно очень все запуталось. Это мягко сказано. А почему Костя сам ко мне не пришел? Так он же мужчина. А мужчины, они же, знаешь, какие трусы. Ого. Вот. А теперь-то оно все же налаживается. Ну, да. Слушай, а эта штука, ну, как? Очень больно. Очень. Ладно, я пойду, а то у меня там… Ты это… Держись. Пока. Пока. Костя. Костя. Ну, я ей все рассказала. Господи. Костя, подожди. Подожди, ты не твой ребенок. Потом… Еще раз? Ну, прости, пожалуйста, я тебя обманывала, но тогда еще в этой клинике выяснилось, что я беременная уже. Если не от меня, то от кого? Ну, угадай в трех раз. От кого? Капитана дальнего плавания. Костя. Ну, прости, слышишь? Костя. Бояре, а мы к вам пришли, молодые, мы к вам пришли, Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли? Бояре, нам невеста нужна, Маруся, нам поетка тоже нужна. Бояре, а какая вам мила, молодые, а какая она мила… Костя, это ничего не меняет. Ничего? Ровным счетом. Ну хорошо, ты ни с кем не спал, герой. Подожди, я признаю, я многое делал неправильно, я решал только свои проблемы. Да, я поступал безответственно, ну прости, но… Я прерву твою пламенную речь. В ближайшее время тебе нужно найти нового бухгалтера, а мне новую квартиру. Соня, не надо так драматизировать. Извини. Да, Соня, вы могли бы подъехать в садик за Марусей? Боюсь, что нет. А Маруся вам ничего не рассказывала? У нас тут проблема, Маруся не разговаривает. В смысле? С утра мы не услышали от нее ни одного слова. Если не вы, может кто-то другой подъедет. Все, Марусь, говори до свидания и пошли. Видите? И так целый день. Мы ей… Здравствуй. Она молчит. Мы ей… Как дела? Она опять молчит. Мы ее спрашиваем, что случилось? А она не звука. Что случилось? Так. До свидания, я ее забираю. До свидания. Это из-за нашего вчерашнего разговора? Признаю, кое в чем ты была права. Хорошо. А ты была права полностью. Принимаешь капитуляцию? Я сдаюсь, сдаюсь. Снова победителю. Хорошо. Долго будем в молчанку играть? И что я теперь должен сделать? Новую игрушку? Кино? Собаку? А если мы с мамой поженимся? Малыш, я постараюсь. Хорошо? Только ты не молчи! Это пугает! Пошли. На. Как здоровье, любимая? Не смешно. Да. Прости. Просто… Меня завтра выписывают. А меня послезавтра. Знаешь, это была большая ошибка. Да. Да. Хорошо, что ты так думаешь. Я даже не знаю, как мы будем с тобой теперь ходить в один офис, здороваться, делать вид, будто ничего не случилось. Да. Значит, я даже готов перейти на другую работу. Ну, понимаешь, у меня нет других предложений. А у тебя… фирма у мужа. Я понимаю, у вас отношения натянутые… Тсссс… Ты слышишь? Что? Принц… с красного коня рухнул. Ну, ладно. Ну, ладно. Значит, так… Встречаем маму на лимузине. В лимузине миллион алых роз. Ну, или почти. Лимузин украшен лентами, на каждой из которых написано «выходи за меня». Везу маму в аэропорт, потому что я водитель и готов везти ее куда угодно, куда она только не пожелает. Привожу ее в аэропорт, а у меня в кармане два билета в Париж. И вот там, в Париже, прямо при российском консульстве нас обвенчают рядом с Эйфелевой башней. Каково? Ну, да, я согласен. Я немного повторяюсь. Такая версия уже была. Ладно, ты права. Все это попахивает каким-то отчаянием. А чем же мне тогда удивить маму? Так удивить, чтобы она меня простила? Чего у нас еще не было? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разговорите, Маруську. Я думаю, вам с Филом не будет скучно? Да уж не будет. Вера Денисовна приедет. Да? Я даже звонить не стал. Думала, она на работе. Она нас уже достала. Так? Она контролирует каждый мой шаг. Она мне не дает вздохнуть. Она меня в школу за внучку водит, представляешь? Все время парни с работы возвращаются. Она добьется того, что мы с Филом начнем тискаться по подъезду. Ты на секундочку с отцом разговариваешь. Ну, ты же меня понимаешь? Понимаю. Я подумаю. Так, мне надо идти, у меня дело. Взрослое дело. Так, если я к вечеру не вернусь, ищите меня в больницах города с черепно-мозговой. И это… Развеселите по-русику. Удушишь! Да тебе ее тушить мало. Знал! Из-за моей спиной! Ты же ее динамил! А ты и рад! Ребенок! Ты мне нахуй по нем-то подумал? Маленькое существо, как он теперь будет? Он не мой! Не твой! Не мой! Не твой! А чей? Он твой! Твой! А зачем это? Да уходите вы оба! Я не хочу с вами разговаривать об этом! Мариночка, он все понял. Он не сердится. Я весь удар взял на себя. Малыш, в этом была моя вина. Да. Та девица, с которой ты разговаривала, это подстава. Я… Я хотел тебя разыграть. Ты зачем это сделал? Я хотел, чтобы ты ревновала. Что? Ты слышал? И кажется, мне это удалось. Ты что, дурак? Дурак. Да ты просто… Ты какой-то скотина без ответственности. Абсолютно без ответственности. У тебя что-то вообще в голове есть? Ты понимаешь, что я за тебя чуть… Я… Я чуть… Ты выиграла. Я не помню. У нас что, соревнования? Кто выиграет? Нет, у нас просто нереальная предсвадебная история, которую мы будем рассказывать нашим детям. Каким детям? Может, ты трогаешь меня? Да… Трогаешь! Дурак! Котина! Третья лишняя… Третья лишняя… Третья лишняя… Мама! А ты вот за этим сюда приехала? А что, твоему папаше некогда? А мне не трудно… А вы чего сидите? Идите уроки сделайте, или чем вы хотели там заниматься? Надеюсь, я ничему такому не мешаю? О! Папа приехал. Так, Филипп, держи. Пропылесосишь. Папа, пожалуйста, забери ее. Вообще невозможно общаться. Она все время рядом ходит. Алиса, собирайся, поехали. Привет. Ну пусть дети пообщаются, мы с тобой чаю выпьем. Да они уже пообщались, да? У меня разговор есть. Разговор? Да, Маринка из бизнеса вышла. Еще бы. Как вы после такого с ней в одном офисе встречаться будете? Слушай, а ты, по-моему, сговорил, как тебе надоела твоя работа? Ну, надоела. И что? Ты же не предлагаешь мне… Я тебе предлагаю должность управляющего. Я думаю, опыта у тебя хватит. Что, мне? Управляющего? Понимаешь, в чем дело? У меня на руках работающий магазин и офис. Я не потяну два дела сразу. Уступаю командование магазином, тебе персонал набран, товар готов. Устраивай процесс, как тебе угодно. Но ответ мне нужен прямо сейчас. Прямо сейчас? Ну, не знаю… Слушай, ну, конечно, я согласна. Ты же знаешь, как меня достало работать на чужого дядю? Да, но теперь-то ты будешь работать на меня. Это совершенно не одно и то же. Мы же с тобой одна семья. Выходить нужно завтра. График работы с утра до ночи. Да хоть с ночи до утра. Спасибо, дорогой. в России. График. В России. В России. В России. Все равно считаю, что ты меня подставил. Тем более спасибо, что пришел. Как ты с ними справлялся, я не понимаю. Нужен совет? Я не знаю, что делать. Я, кажется, потерял Соню. Все так плохо? Даже хуже. Хочешь знать, как справлялся я? Очень. Я никогда ничего не откладывал на потом. И не пытался, чтобы все было идеально. Я никогда не усложнял задачу, потому что главная мужская черта – действовать, когда необходимо. Так что хватит строить планы. Встань и действуй. Я знаю, ты справишься. Откуда интересна такая уверенность? Потому что ты мой сын. Молодцы, что приехали. Все-таки 40 дней надо. Поехали. Девушки отдыхают. Давай. Не сняли? Сказали через неделю показаться. А где Маруся? В садике. Костя, наверное, это жестоко, но я для себя все решила. Я тебя провожу, поговорим. А вон, видишь, вон те ворота. Ну? Оттуда должен был выйти оркестр пожарных. С новше бортили. Мы проходим мимо, и вдруг неожиданна музыка. Любопытно. Да, вокруг люди танцуют. Какие люди? Ну, просто прохожие. Костя, неисправим. Ты собирался петь? Вообще-то, по плану, я должен был подъехать на карете. За прижженной белыми лошадьми. Вот так. Серьезно? На карете? Ну, принц я или не принц? Ну, я хотя знаю, знаю, я не принц. Скажу тебе честно, от принцев никакого толку. Одно разочарование. Вообще-то, я придумал романтическое путешествие по местам нашей боевой славы. Место первого поцелуя, второго. Место, где мы решили жить вместе, где имя Маруськи придумали. И все это на карете. Да. Но потом я от всего этого отказался. Я просто взял карту и понял, что есть одно единственное место, которое я хотел бы посетить вместе с тобой. Интересно. Правда? Ага. Вот оно. Ближайший к больнице. Ну, а что сейчас будет? Фейерверк? А может, воздушный шар? Соня, ну, поверь, это будет самая неторжественная церемония в мире. А с чего ты взял, что я тебя простила? Пошли. С этой штукой на шее? КОНЕЦ 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 О! Раму! КОНЕЦ Давай, давай, давай! Ощущий симу! КОНЕЦ КОНЕЦ Все, все, все. Так, минуточку внимания. Речь пойдет о человеке, которого сегодня нет с нами, но без которого наша встреча и этот вечер был бы невозможен. Речь пойдет о моем отце. Это был без лишних слов удивительный человек. Главным образом, потому что он умел видеть в людях перспективу. Он обо мне знал больше, чем я сам знаю, и устроил мне такой экзамен в жизни, что теперь мне уже ничего не страшно. Да. За человека, который знал больше. Горька! 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 Я открою. Добрый вечер. Добрый вечер. А вам кого? Вы очень похожи на своего отца. Я Нина. Мы родственники. Я в курсе. А, так вы моя сестра. Да. Проходите. Спасибо. Ой, а они не вовремя? Глупости. Знаете что, давайте мы про него в кабинет поговорим, а потом я уже вас со всеми познакомлю. Хорошо. Не разуваться? Не раздевайтесь. Не разувайтесь, да. Спасибо. Проходите. Проходите, вон, по коридору, направо. Письмо отца вам. А? Честно говоря, я не знаю, что там написано. Знаете что, я пойду подготовлю народ. А вы посчитайте, и как будете готовы, приходите. Хорошо. Договорились? Спасибо. 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 Альо. Ну я же тебе говорила, не звонить. Да, на месте. Видела. Сучил мне письмо. Сентиментальный бред какой-то. Ну я сама тебе позвоню, когда будет нужно. Я думаю, я здесь задержусь. Пока. После смерти отца я остался один на один с семью женщинами. Яна ломал дров, чуть не расстался с любимой, но дело закончилось ЗАГСом. Правда, насладиться победой не удалось. Появилась восьмая женщина. И у нее были на меня особые планы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова